Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, уважаемые, дорогие ветераны, поздравляю вас с днём Великой Победы! Приветствую солдат Великой Отечественной! Защита Родины, когда решалась её судьба, всегда были священны. Сегодня вы в одном строю с новым поколением защитников Родины. В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. День Победы вместе с нами отмечают в государствах Содружества. И я сердечно приветствую ветеранов братских стран. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Порох Победы и радость Победы у нас одна на всех. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Мы вместе отстояли мир, не дали перекроить историю. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой. Мы знаем цену миру. Знаем, что мир – это прежде всего прочность экономики и благополучие людей. Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков. Пройдут годы, но память о Великой Отечественной также будет напутствием всем живущим. И предупреждением... Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Предупреждением тем, кто считает террор и насилие своим главным оружием. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Слава солдатам той войны, создавшим прочные основания для будущих мирных побед. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой. Слава солдатам Великой Отечественной. Слава нашим доблестным вооруженным силам. Слава народу-победителю. За Россию. С праздником победы. Ура! 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 Продолжение следует...